Китай отклонил просьбу Украины о встрече украинского президента Владимира Зеленского с премьер-министром Китая. И вот все российские СМИ радостные об этом пишут. Это очень плохой признак. То есть, это признак того, что убаюкивают русский народ. Видите, как Китай не любит украинцев, как Китай не любит Зеленского. Китая похер. А эти придурки, они вот настолько зашорены, а так называемые россияне, что вообще не понимают, что их уже, блядь, варят как ту лягушку. Ньюсвиг сообщает, что российские и китайские ученые совместно протестировали спутниковую квантовую связь. То есть, китайцы дали коробочку какую-то, да, которую установили в Подмосковье. И у них под Урумчи, да, в Сен-Зиан-Уйгурском, кстати, автономном округе, в такая же коробочка. Ну, и провели сеанс связи. Очень интересно. Особенно интересно то, что до этого проводили такие сеансы со спутником, да, то есть, это космическая связь. Очень интересно. Китайские ученые обнаружили в ледниках свыше 10 тысяч неизвестных ранее микроорганизмов, но они туда и лазили, чтобы эти микроорганизмы обнаружить. Я, честно говоря, не удивлюсь, если окажется, что в конце концов, что все эти коронавирусы, что это просто разработки китайцев, да, для, ну, может быть, не китайцев, может быть, путинцы помогли Китаю справиться с восстанием. Помните, там назаревало восстание в Китае, и тут оказалось, что все заболели там в Китае коронавирусом. Не болели-то они значительно страшнее, чем вот Гена у нас вообще убежден, что это так и есть, что путинцы создали генетическое оружие, а китайцы его воспроизвели на своих. Так это или не так, я не знаю, но очень похоже на правду. И вот видео прошло по всем соцсетям, как полицейские в Китае жестоко избивают закованного в наручники сзади молодого человека. То есть, его заковали и лупят ногами. И этот молодой человек уйгур, мусульманин. То есть, интересно, что никто из мусульман не проводит там, в связи с тем, что избивают уйгуров, там, отправляют их в лагеря на перековку, не проводят перед китайскими посольствами ни в одной стране с флагами. Вот те, которые бегают с флагами Хамаса, а ничего-то против Китая никто не заупарится. То есть, всех все устраивают. Удивительная ситуация. Да, что я могу сказать, когда говорят, вот там китайцы бьют, ну, уйгуров условно, да, ну, в любом государстве бьют, да, в любом. Но китайцы это делают с особым усердием, да, как в том анекдоте. Помните анекдот такой, сразу в голову пришел слова, а что ты от Китая хотел, это же диктатура. Да, конечно, я ничего не хотел. Я хотел не от Китая, а от тех, которые сейчас вот выпендриваются там, что как-то плохо поступают с Хамасом, да, и при этом помалкивают, что с мусульманами в Сен-Зиан-Уйгурском автономном округе поступают еще хуже. Детей лишают, и в лагерях гонят, и тот же Кадыров, который там защитник мусульман, что-то не бросился защищать. А Саудовская Аравия выдает вообще тех уйгуров, которые убежали и спрятались в Саудовской Аравии, и Саудовская Аравия по запросу Китая выдает. Так что, да, анекдот забыл, да. Как помните, эта девочка пришла в цирк, да, и там, понимаете, ослики, да, там, какие-то мама, папа, да, и маленькие ослики, вот они там бегают, прыгают, она, ой, какие ослики хорошие, да, потом, после, там, после-воследок крокодильчики выступают, и выходит, мама, папа и сынок крокодил, и, значит, они там в начале, а на афишах летающие крокодилы, и, значит, они начинают бегать по манежу, подпрыгивать, лапами машут, и все, папа полетел, следом мама летит, и сынок этот подпрыгивает, и даже в воздухе какое-то время держится, все аплодируют, начинают раскланиваться, и девочка говорит, ой, крокодильчик какой-то замечательный, как ты, как вы хорошо все делаете, как ты такому научился, он говорит, если бы ты знала, девочка, как нас пиздят. Она такая обалдела, ну, все, представление заканчивается, она выходит, ну, а там за кулисами фотографирование со зверями, вот тот ослик стоит, с которым, значит, который вначале был, да, потом после которого крокодильчик подходит, она с ним фотографируется и спрашивает ему так, говорит, ослик, а вас тоже пиздят. Пиздят девочка? Ну, если бы ты знала, девочка, как пиздят крокодилы. Вот так и здесь, то есть, любое государство бьет, да, любое государство издевается над своим народом, но так, как это делают в Китае, наверное, сейчас это нигде не делают. В Китае, в Пекине, в Шанхае, куча ульгольских арестов в них отмечают праздник Наврус, и нет никаких проблем. Да, Наврус, это чей праздник? Как вы думаете, Наврус, это, так скажем, классический мусульманский праздник? Это не совсем так. Нет, древнеперсидский праздник, поэтому они там и отмечают. А если бы они Рамазан там какой-нибудь, да, у Роза Байрам, вернее, праздновали, я думаю, что там быстро бы это все прекратили. Смешно и грустно. В Китае ранее больше всего смертных казней. Да, ну, правильно, там так и рассчитано. В Китае приблизительно в год 5700 человек подвергают смертной казни. Есть смертные казни, которые проделываются открыто, то есть, чтобы публика могла это видеть, но большинство закрытых смертных казней. Там правозащитники различные, китайские. Ну, и не только, особенно это не скрывается. Расскажут, что просто на запчасти человека разбирают, на органы. А так как все равно этому человеку умирать, то, как правило, не пользуются обезболивающим. Да, потому что, ну, просто привязывают, как в отряде 7351 на запчасти разбирают. Продолжение следует...